Если водителю для работы нужен руль, автослесарю детали, то Владимиру Степановичу Серебренникову для работы нужен пар. В Ленской автобазе номер 2 есть такая профессия – емкости выпаривать. Это делается для того, чтобы во время ремонта в емкости не было ни капли топлива. Иначе может произойти взрыв. В взрывную горловину опускаем шланги, закрываем горловину и пар пошел. Там температура 100 градусов, чтобы потом провести ремонт емкостей, сварку. Варить непропаренные емкостя категорически запрещено. Работа не тяжелая, но очень нужная, потому что ремонт емкостей не произведешь без пропарки. Пропарка каждой емкости занимает 12-14 часов. Весь конденсат превращается в воду и выходит через специальную трубу. Этим с виду простым, но очень ответственным делом Владимир Серебренников занимается уже 20 лет. За это время он очистил от горючего тысячи емкостей. Первые годы занимался только этим. Потом решил – работу нужно разнообразить. Вспомнил молодые годы, когда сидел за рулем бульдозера и попросился на автобазе подрабатывать. Владимиру Степановичу пошли навстречу. Теперь он еще и уголь в котельную подает. Кроме того, когда нужно, садится за управлением мехлопатой и паровой передвижной установки, которая ездит по трассе и помогает отогревать машины. Ну, если я отработал 20 лет, значит мне нравится. Так выходит. Ну, пока работа есть, здоровье есть, желание есть. Будем работать. Коллеги Владимира Серебренникова говорят о нем как о веселом, неунывающем человеке, который всегда придет на помощь и подскажет, как сделать лучше. Хороший, доброжелательный. Всегда посоветует, всегда выручит, если сам что-то не понимаешь. Всегда поможет. Человек опыт, возраст. Он отличный механизатор, не говоря уже про данное производство. Он и на бульдозере, и на мехлопате. Он такой универсальный человек в технике вообще. Владимир Степанович родился в Бурятии в 1958 году. В 1986-м приехал в Ленск на заработки и, как многие, остался навсегда. Сначала трудился в нефтеразведке, затем в речном порту, все время за рулем техники. Создал семью, вырастил двоих дочерей и своей жизнью доволен. Дети здесь выросли. Старшая дочь работает в Мирном, в институте в этом, в Алмазском. Младший здесь, в Налоговой. Доволен. Я работал здесь, детей выучил. Что еще надо? Внуки растут. Что теперь надо еще? Все хорошо. День водителя, который все сотрудники «Алмаздуртранса» отмечают 30 октября, и его праздник тоже. Ведь от работы Владимира Серебренникова зависит, чтобы каждый шофер съездил в рейс без происшествий. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край». Субтитры создавал DimaTorzok